В посёлке Пятницкое Волоконовского района в десятый раз прошёл межрайонный фестиваль духовой музыки. В этом году, кроме хозяев, он собрал музыкантов из Белгородского района Валуика Старого Оскола. Все эти 10 лет за развитием фестиваля наблюдает наша съёмочная группа. Музыка на сцене начинается по взмаху руки дирижёра. Пока музыканты играют на трубе или кларнете, он играет на целом оркестре. Перед дирижёром, помните, стоит пюпитр. На нём лежат ноты, листочек. То есть там написано весь оркестр. Вот он смотрит, где кто играет, где кому вступить. Он не просто машет, как мешает оркестр. Вот он показывает. Вступить, например, в флейте. Вот здесь, у тебя цыганами в трубе, например, вот здесь. Александр Усачёв – один из старейших участников фестиваля. В Пятницкой музыкальной школе он работает с 1968 года. И именно благодаря ему здесь проходит фестиваль духовой музыки. Много лет назад его ученики решили устроить концерт. Сюрприз для любимого педагога. С тех пор концерт стал ежегодным и вырос до уровня фестиваля. Учить нужно так, чтобы было потом у кого учиться. Фестиваль носит имя Алексея Лукшуна, человека, прошедшего школу военных оркестров и создавшего первый духовой оркестр в Пятницком. В этом году праздник духовой музыки посвящён 70-летию Великой Победы. Поэтому на сцене ожидаемо много военных мелодий. Впрочем, не обошлось и без сюрпризов. Пятницкий духовой оркестр «Ника» специально к фестивалю подготовил народную мелодию. Когда музы играют, пушки молчат. Поэтому наш фестиваль, вопреки всем невзгодам, какие там были, сплачивает людей. Народ идёт, вдохновляется всей душой. Просто и мы питаемся этим. Потому что если жить в одном страхе, в одной войне, или в одних проблемах житейских, финансовых, каких бы там ни было, то наш мир не выдержит этого. Изначально фестиваль проходил в сельском доме культуры. Теперь в куда более просторном зале новой школы искусств. И по-прежнему он полон зрителей. Для жителей Пятницкого это всегда долгожданный праздник. Вся наша публика Пятницкая приучена была к классике, к народной музыке. И, конечно же, к духовой изумительной музыке, созданной веками нашими предками. И продолженная вот такими корифями духовой музыки, которые живут у нас в посёлке. Этот праздник закончился, а его организаторы уже начинают думать о подготовке следующего. 11-го фестиваля духовых оркестров имени Алексея Лукшина. Зрителям остаётся ещё немного подождать. Всё непременно повторится. Через год. Елена Голотовская, Наталья Давыдова, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья.